Первая особенность, на которую обратили внимание ученые, это то, что голосование проходит в течение трех дней. Уже сейчас понятно, что люди отнеслись к этому новшеству положительно. Сам избиратель имел возможность выбрать тот день, когда прийти на участок, соотнести этот день с режим своей работы, учебы, отдыха, поездок. И это трехдневное голосование позволяет каким-то образом распределить поток избирателей, избежать скопления людей, ну и, может быть, в какой-то степени снизить интенсивность нагрузки комиссий. По мнению ученых, трехдневный формат голосования приводит к росту числа его участников. Оценили социологи и организацию самого процесса. В частности, тщательное соблюдение профилактических мер. Особое внимание уделили прозрачности голосования. Я считаю, что на этих выборах созданы все условия для обеспечения прозрачности хода голосования. И на избирательных участках есть видеокамеры, которые позволяют отслеживать процесс в прямом практически эфире. И, кроме этого, есть наблюдатели от самых различных движений и представителей самых различных политических интересов. Поэтому, я думаю, выборы будут прозрачными. Прозрачность и легитимность процесса голосования на данном этапе не вызывает сомнения. Об этом косвенно говорят данные мониторинга популярных мессенджеров. В целом, на мой взгляд, выборы проходят в штатном формате. Никаких эксцессов я не вижу, не наблюдаю. В социальной сети тоже, так скажем, не выражает какого-то недовольства телеграм-каналы. Тоже достаточно позитивно оценивает ход голосования. Ученые-социологи сейчас делают прогнозы итогов голосования. Окончательные же данные станут известны после подсчета бюллетеней. Вячеслав Кузьменко, Ольга Данилова, Владимир Надькин. Народные новости.